Просто сейчас должен прийти Дед Мороз, а его никто никогда не должен видеть, поэтому закрываем все глазки, чтобы он не паленый зашел. Но она такая, а в бодричку еще. Она говорит, come on, come on, come on. Вот бы мне вот так вот. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 А потом все подключается и проверяется По очереди, как я понимаю Здесь работают принципиальные собиральщики? Они просто профессионалы Судя по тому, что я наблюдаю за их работой уже дважды Или трижды даже Все будет пучком Естественно Нет, я люблю отвечать на супер метафору Технические вопросы, на которые Банальный ответ Задай мне что-нибудь романтическое Что-нибудь романтическое, да Блин, ну это вообще не коншет Поворачивайся Технические вопросы, на которые Нет А вот который раз вы занимаетесь подобной работой? А вот не надо Ну, серьезно Ну, который раз? Ну, почему, Наталья? А честно Кто дает? Кто дает? А ты у Леши брала? Леши у Мазаного брала? Это отдельно, это диджей Грубо говоря, нам нужно было Тебе работники нужны какие-то? Которые, да Либо все Все не дают Сейчас, может быть, Сережа Как зовут? Сережа Сережа Хорошее имя, Сережа С известной фамилией Чем вы обедаете в процессе работы? Вот с Индами С чем? С картошкой Хотелось бы борща, но Не организовали? Нет, нет Нет, суббота Понятно Вы который раз собираете сцену? В своей жизни Вы занимаетесь этим делом давно, я так понимаю За 10 лет уже много раз А кто по профессии? Ну, вообще У меня многопрофильная У меня Ну, например? Музыкант, экономист Электронщик Все вместе Были двоечником? Полный причем То есть, я чувствую Мы сегодня Хорошо потусим, да? Да, классно Будет хорошо А в какой Известно же, что Чем комфортнее Человек себя ощущает Тем ему И комфортнее Работается Вот Где, в принципе Брать Грязную одежду Там Вот Всякие такие Атрибуты Для того, чтобы Чувствовать себя комфортно В процессе работы Ну, вариантов много Можем пойти поваляться В луже Как один из способов Ну, не существует Какого-то определенного Источника Для вот таких вот вещей? Нет Нет У нас все Чистенькая одежда У всех Очевидно Кто-то, наверное, Некомфортно В чистой себя чувствует Но так вроде Никто не жалуется Все классно Работает Правда, ребята Уже третьи сутки На ногах Нормально А вот В двух словах Там, не вдаваясь Шибко в подробности Но все равно Общее представление По какому принципу Собирается сцена? Ну, собственно Сцена Понятие очень широкое Да, но Сегодняшняя Сегодняшняя В том числе Она бывает Разной ширины Сегодня она черная Белая или красная? На сегодня Алюминиевого цвета Ну, там куча звука Куча приборов разных Ну, вот решили Проэкспериментировать С ледекраном Сделать его Неким таким Аналогом Полукруглых Космических Врат С космикой У нас Сегодня Классный Виджей Мосин Ти Много Хороших Задумок Красивый Визуал Визуал Будет А вот Вы сказали У вас музыкальное Образование Объясните Простым Жителям Которые Не в курсе Всей этой музыкальной Индустрии Непосредственно Что диджей Чем они там Занимаются Что за пульты У них От музыкальных Центров Или что за фигня Да нет На самом деле Диджей бездельник Это Это сто процентов Это полный бездельник Любитель музыки Тоже двоечники Видимо Как правило Двоечники Все Ну вот Просто вот Что-то в ушах У них есть Они Чувствуют И любят Сказала бы Я дергаю Там непонятно Вот вы как думаете Чем Чем Что Чем дергают Диджей Чем дергают Да вот тоже Непонятно То есть Бытуют разные мнения Я пока ответа Не нашел Ну вот Диджей Диджей Я так не могу Как диджей Вы не дергаете Я не дергаю Я Ну по крайней мере Музыкой не дергаю Я дергаю Другими вещами Я там Например Ну сценой Например Ну сценой Звуком Цветом Ну в целом Вот так То есть я Я делаю Антураж диджею И атмосферу Публики Наверное Этим дергаю Музыкой не дергаю У меня инструмент Не тот был Ну Вы владеете Своим инструментом? Ну да Периодически Конечно Так для души Поигрываю Дома Когда никто не слышит А другие довольны Вашими инструментами? Никто не слышит Я сам для себя Вы однолюб Да Сам для себя А так нет Все нормально А вот полученные Гонорары От проделанной работы На что их хватает Потратить? Полученные от кого? От проделанной работы От проделанной работы Кого непосредственно Я не знаю От кого кстати Ну Все получают от меня Я получаю гонорар Наверное В качестве Ну если не трогать Материальную сторону Наверное В качестве Какого-то удовольствия То есть Вам наверное Да Учитывая Что вы главный Я так понимаю По всей этой теме Хватает Доехать домой на такси А остальным уже На маршрут Ну Как бы да На самом деле Нет На самом деле Все гораздо проще Есть Все ребята Конечно получают зарплату Работают Получают при этом кайф Другие люди здесь не работают Люди за деньги Без кайфа у меня не работают А что касается меня Я зарабатываю деньги И больше я зарабатываю кайф Я не могу определить Что важнее Кайф или деньги И то и то Мне деньги без кайфа Не нужны И наоборот А кайф без денег Не получится Кайф без денег Тоже не получится Ну хочется покушать Кайф получить И пойти здесь Плаценту купить себе То есть Скушать чего-нибудь И получить кайф Да Спасибо большое Спасибо Поехали 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 1987 Скушать Поехали Кайф Вот это? Да, да. Правда. Давайте проверим. Один вопрос. Ян, вот скажите. А, Януш, сори. А зовут Януш? Януш. А фамилия? Петрашку. Буква Ш, да? Революет. Ну, окей. Вот, Януш, там вот, на высоте, да, под потолком, вот кем вы себя ощущаете больше? Спайдерменом или Бэтменом? Интересный вопрос. Если бы этот вопрос услышал бы мой сын, то сто процентов он бы сказал, что он бы хотел стать спайдерменом. Конечно, я пытаюсь из него сделать хорошего героя, не имеет значения спайдермен или там Бэтмен там или там Супермен и так далее. Самое главное, что он себя в душе или я себя в душе чувствовал этим суперменом. Чтобы я знал, что я всегда делаю добро и творю добро для людей. Это и есть настоящий герой. Может быть, вы Карлсон? Он тоже летал. Знаете, вот я сейчас начинаю задумываться. Может быть, я думаю, что он тоже входит вот как раз вот в роли этих персонажей, которые, ну, делают людей счастливыми. И это очень важно. А вот подобной работой вы уже сколько лет занимаетесь? Ну, примерно в восемь лет уже. И всех артистов ненавидите, наверное? Нет. Почему? Есть которых очень сильно люблю, есть которых я не то, что ненавижу, но просто общаемся изредка. По аське скайпу? Побольше по скайпу. Понятно. И вот в общих чертах по какому принципу собирается сцена, да, чтобы было понятно вот простым, грешным. Не, ну, сцена, ну, как, есть определенные технические, как бы, разборные части, которые соединяются примерно как пазл. Самое главное знать, как это делать. И если есть инструкция на руках, то, в принципе, это можно сделать как-то. Пазлы из сорока элементов, шестидесяти? Ой, ну, разные сцены же бывают. Поэтому, как бы, и пазлы есть и побольше, а есть и поменьше. Так что вот. Прикольно. Спасибо. Успехов. Вау, 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 вау. Ну, вот это, в принципе, и есть вип-ложа за 300 леев. По-моему, оно того стоит, да? Так. И... На фоне сцены. На фоне. Эти собиральщики такие принципиальные. Воняет грязно, но работа кипит. А это самое главное. И... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok